Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня мы поехали за грибами в латвийский лес и посмотрите, что мы нашли. Как много лисичек тут! Я обычно собирала грибы очень много, но вот такой плантации, какую мы сегодня нашли, я никогда еще не видела. У нас уже полная корзина грибов. И мы вот уже пришли со второй корзинкой и надеялись, что мы соберем просто на завтрак или на обед, но их столько много, что Мик пришел еще с одной корзиной. И грибы просто тут, наверное, никто не был. Целая плантация после вчерашнего громового дождя. А сегодня день теплый, поэтому они растут очень быстро, и их очень много. Конечно, очень трудно собирать, потому что нас кусают комары и шлепни, и мы оделись совсем не для леса, просто выбежали, думали на чуть-чуть. Мы, правда, недолго в лесу, но нас буквально заели комары и шлепни, кусаются. В следующий раз мы будем умнее и возьмем кофты с длинными рукавами, а также штаны с длинными супами. И можно даже взять какой-то отпугивающий комаров, какой-то аэрозоль или какое-то средство. Вот смотрите, как я срезаю и сколько их много. Обычно я срезаю ножку, чтобы не было песка в корзине. И вытягиваю грибок и срезаю ножку. И уже в корзинку отправляю довольно чистой. Тем не менее, дома все равно приходится еще их мыть и чистить. Можно делать грибную подливу с луком, со сливками или же посушить лисички на зиму. Они очень полезны и без ядов. Их также можно очень быстро приготовить на сковороде с маслом или замариновать, как вам нравится. Вот такой отличный урожай у нас сегодня получился. Мы собрали целую огромную ванночку. Я ее взяла на всякий случай, потому что просто утром видела, как один грибник ехал на велосипеде с полной корзиной грибов. Надеюсь, вам понравился мой видик из латвийских лесов. Подписывайтесь на мой канал, смотрите ваша зажигалочка.